В Тверской области с каждым годом выявляют все меньше поддельных купюр. Таковы данные регионального отделения Банка России. Каковы причины такой тенденции, какие банкноты подделывают чаще всего, мы расскажем в следующем материале нашего выпуска. 17 банкнот с признаками подделки были выявлены в Тверской области в первом квартале текущего года. Большую часть составили дензнаки номиналом в 5000 рублей. Их изъято из обращения 9 штук, на 8 меньше, чем в первом квартале прошлого года. Также среди обнаруженных подделок оказались три банкноты номиналом в 2000 рублей, 4000 рублевые и одна 100 рублевая. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то количество обнаруженных фальшивок снизилось на треть, чему есть ряд причин. Два года назад был выявлен производитель поддельных денег. То есть это достаточно редкая история, когда ловят не сбытчика, а производителя подделок. Были закрыты сайты, которые занимались распространением подделок. Это вот очень заметно сыграло на то, что подделок стало меньше. Плюс свою роль играет оплата с товара и услуги банковскими картами, либо онлайн. Тем не менее, проблема пока еще очень актуальна. Поэтому Центробанк постоянно проводит обучение кассовых работников кредитных организаций, торговых сетей и специалистов компаний. В январе-марте этого года повысили свою квалификацию 20 кассиров региональных представительств российских банков. Попасть на такие тренинги очень просто. Нам пишут письмо на имя банка с просьбой провести мероприятие, провести обучающие занятия. Мы проводим такое занятие. У нас есть специальные презентации. Я использую учебные материалы, новые банкноты. Проверить подлинность отечественных банкнот каждый человек может и самостоятельно, без специального оборудования. На официальном сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение» опубликована подробная информация об основных признаках подлинности. Также купюры можно проверить с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». Оно не определит самостоятельно подлинность дензнаков, но подскажет, где именно расположены основные защитные признаки, как выглядят и каким способом их найти. Продолжение следует... Продолжение следует...